Количество главных героев русских билетов, которые на самом деле никогда не встречаются, жили в разных столетиях на свете их. Три! Телеканал Толк в поисках наркодилера. В рамках квеста, естественно. Признаемся, некоторые задания заставили нас поломать голову. Напишите цифру зонов, в которой находится обезьянка из известной... Чего? Кого? Куда? Так быстро-то. Цифру зоны, в которой находится обезьянка. Как обезьянки и знания некоторых песен связаны с дилерами, мы, честно говоря, так и не поняли. Но организатор квеста, Краевой дворец молодежи, объясняет. Вообще игра подразумевает очный формат, как было раньше. Например, в парке юбилейной участники квеста искали условных закладчиков. Сейчас из-за ковидных ограничений пришлось уйти в онлайн. Допустим, человек сидит в социальных сетях больше семи часов в день. Ну почему бы ему не отвлечься на часок в компании своих друзей и вот так вот поучаствовать в таком интерактиве, если еще и выиграешь, то получишь очень крутые фитнес-браслеты. Мы как бы приобщаем к ЗОЖу в день, в принципе, здорового образа жизни. Стоять! На заду! Руки за спину! За спину руки! А это уже далеко не игры. Благодаря работе ФСБ по краю только за последние два года возбудили 50 уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков. Изъяли 45 килограммов веществ. Гашиш, синтетика, героин. Более 40 участникам наркогруппировок вынесли приговоры. Одно из самых суровых наказаний получил житель Алейска. 17 лет строгого режима за партию синтетики. Наиболее интересная операция была именно с точки зрения международной. международного масштаба зимой 2020 года в результате разработки одного из интернет-магазинов как раз-таки на территории города Бурнаула и Ибийска были задержаны пятеро граждан Украины. Лица эти обнаружили в сети интернет-объявления о заработках в России в качестве курьера. Не стали уточнять курьером чего и поехали сюда. У них функции в их входила выемка закладок, расфасовка и дальнейший запуск по территории региона. В общей сложности изъяли у них больше трех килограммов синтетики. Что касается антинаркотической игры, теперь она пройдет уже в следующем году. Организаторы надеются, что искать дилера будут, как и прежде, в живом формате. А сотрудники МВД тем временем напоминают, если закладка или закладчик попались вам в реальной жизни, об этом необходимо сообщить по телефону 102. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.